В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева и в начале выпуска коротко об основных событиях. Глава вручил ключи от новых квартир жителям ветхого жилья в поселке Развилка. Важно, чтобы те квартиры, в которые вы заезжаете, полностью вас удовлетворяли. Стартовала весенняя призывная кампания. В первую очередь мы обращаем внимание на состояние здоровья, то есть это очень важный фактор. Сотрудники ГИБДД напомнили водителям большегрузов о соблюдении режима труда и отдыха. С ними проводим разъяснительную работу, вручаем электронные памятки. К новоселью готовятся несколько жителей старого поселка в Развилке. Взамен ветхого жилья они получат новые современные квартиры с отделкой. Это стало возможно благодаря совместной работе застройщика, областных и муниципальных властей. Ключи первым 26 счастливчикам вручил лично глава Ленинского городского округа Станислав Катаров. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда это не только одно из приоритетных направлений работы государственной власти, но и забота о конкретных семьях, которые ожидают улучшения своих жилищных условий. Получение ключей от новой квартиры события всегда волнительное, особенно если ключи тебе вручает лично глава округа. Это счастливый финал истории, который длится с 2012 года. Именно тогда была принята адресная программа развития старой части поселка Развилка, по которой планировалось переселить людей в новое комфортное жилье. Мы очень долго этого ждали. Я вот знаете, еще в школу ходила, как ждала этого момента. И сегодня для многих действительно очень счастливый день. Спасибо вам большое за содействие. Я очень надеюсь, что квартира нам понравится. И каждая семья будет в ней особенно счастливой. Как мне кажется. Спасибо. Возведение многоквартирных домов ЖК «Три квартала», который тогда назывался «Новая развилка», началось в 2015 году. В мае 2018 строительство было приостановлено и запущено снова в 2020. То, что люди получили жилье – итог большой совместной работы областных и муниципальных властей. Были люди, которые нам очень много обещали, но быстро потом растворились. Все стало, недостроенные дома стояли, мы нервничали. Но потом, благодаря Станиславу Анатольевичу и Вере Петровне Поповой, в общем, и всем сотрудникам, вот сейчас уже с другим собственником, в общем-то, уже практически в ручном управлении вопрос решился. Застройщик планировал передать квартиры еще в декабре, но не успел доделать ремонт. Руководство округа постоянно контролировало процесс и следило за тем, чтобы люди переехали в квартиры с качественной отделкой. «Я вас поздравляю, еще раз огромные слова благодарности от меня, от всей нашей команды за ваше терпение. Действительно, мы уже много раз с жителями старого поселка встречались на личных приемах. Я лично обещал, что это свершится. Важно, чтобы те квартиры, в которые вы заезжаете, полностью вас удовлетворяли, были такими, которые вы ожидали увидеть». И эти ожидания оправдались. Станислав Катров стал и первым гостем во многих квартирах. Новоселы с удовольствием делились планами на будущее и эмоциями. «А вид из окна какой. Ничего не загоражил». «Да, замечательно. Просто красота». На первом этапе жители старого поселка получили 26 квартир. Но этот марафон важных для каждой семьи событий будет продолжен. «Сейчас у нас с вами переедут первый, третий, частично пятый с восьмым домом. Остается еще порядка шести домов. Их надо также, конечно, переселять людей, дать им возможность комфортно проживать. Поэтому работа будет продолжена. Мы не останавливаемся и максимально все получат свое комфортабельное жилье». В общей сложности проект затронет примерно 400 жителей старого поселка, которых переселят в 176 новеньких квартир. С 1 апреля во всех регионах России начался весенний призыв граждан на срочную службу в армию. Он продлится до 15 июля. С этого года новобранцев ждут изменения. Теперь призывной возраст составляет от 18 до 30 лет. Более подробно расскажет наш корреспондент Юлия Стаферова. Есть такая профессия – родину защищать. В России с большим уважением относятся к военнослужащим, потому что благодаря их службе с каждым годом укрепляется обороноспособность нашей страны. Не стоит забывать о том, что военные готовы отдать жизнь за мирное небо над головой. Эта благородная профессия всегда привлекала только сильных духом мужчин. А сейчас тысячи молодых ребят приходят в военкоматы для того, чтобы отдать долг родине. Я считаю так, что каждый мужчина должен кому-то служить, понять, практикуя школу жизни и в дальнейшем уже думать о дальнейших планах. По указу президента с этого года теперь призыву на военную службу подлежат мужчины в возрасте от 18 до 30 лет. По-прежнему действует вариант, согласно которому ребята могут выбрать вместо службы по призыву службу по контракту. Для этого нужно найти желаемую воинскую часть, пройти там аттестационную комиссию и получить документ или, как его называют, отношения. Он с этим отношением прибывает сюда в военно-комиссариат. Если он призывник призывного возраста, пишет заявление на имя военного комиссара, мы это заявление рассматриваем о замене военной службы по призыву на два года по контракту, где он хочет проходить службу. В военкомате призывники проходят медицинский осмотр, сдают тест на профориентацию. Члены призывной комиссии очень внимательно подходят к выбору будущих защитников. В первую очередь мы обращаем внимание на состояние здоровья. То есть это очень важный фактор, который в дальнейшем нам дает право принять то или иное решение. Также в обязательном порядке учитывается, женат призывник либо не женат. Если он женат или у него есть дети, то, конечно же, он использует преимущественное право где-то служить поблизости. Ну и, конечно же, рассказываем, что никуда они в горячей точке сейчас служить не поедут. Они будут служить здесь, рядышком. Призывник Максим Городничев планирует в дальнейшем связать свою жизнь со службой в армии. Обладаю техническими навыками, то есть могу помочь в части с машинным отделением. Да и, в принципе, как-то душа к этому лежит. Решил сложить до 1 плюс 1. Мне нравится машина и мне нравится военная служба. Попробуем вместе сложить. Товарищ председатель призывной комиссии, призывник Городничев Максим Алексеевич на заседание ПИГО. В Городничев у нас прошло обследование, признанное горным военнослужащим. Профессия военнослужащего трудная. Нужно быть ответственным и дисциплинированным. А самое главное – любить свою родину. Напомним, что призыв продлится до 15 июля. Юлия Стаферова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Сотрудники ГИБДД напомнили водителям большегрузных автомобилей о рисках, связанных с управлением транспортным средством при переутомлении, когда нарушен режим труда и отдыха. Профилактический рейд был проведен в рамках областного социального раунда «Один щелчок спасает жизнь». Зачастую причиной дорожно-транспортных происшествий с участием большегрузов становится переутомление водителей. Во время длительных поездок, особенно в ночное время суток, дальнобойщики, чтобы сократить время в пути, иногда нарушают режим труда и отдыха. Чтобы еще раз напомнить о важности соблюдения рабочих норм в дороге, сотрудники госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие на Каширском шоссе. Данный раунд направлен на снижение дорожно-транспортной аварийности, очередное напоминание водителям о пользовании ремней безопасности. И, соответственно, в рамках данных мероприятий, в связи с большим наплывом грузового транспорта, длинномерного транспорта, большегрузного, с ними проводим разъяснительную работу. Вручаем электронные памятки. Собственно, на электронных планшетах водитель сканирует штрих-код и дальше он может смотреть на своем мобильном телефоне всю информацию. Способов борьбы со сном известно множество. Кого-то бодрит горячий кофе, некоторые, наоборот, пьют холодную воду. Можно открыть окно или включить громкую музыку. Действуют эти методы на всех по-разному, но со временем их эффективность снижается. Организму для полного восстановления обязательно нужен сон. В этом убежден Никита Шаварин. За рулем большегрузного транспорта он более 10 лет. Во время рейда инспекторы демонстрировали водителям грузовиков электронные памятки, как не уснуть за рулем. А также предлагали воспользоваться QR-кодом с помощью мобильного телефона. Выполнив это несложное действие, дальнобойщик получает доступ к ее полному содержанию. И в любое удобное время может самостоятельно ознакомиться с информацией. Спасибо вам за понимание. Аккуратнее на дорогах. Соблюдайте режим ТОТО и отдых. Всего доброго. До свидания. Водители относятся к таким рейдам с пониманием и отмечают, что в первую очередь сами должны подходить к своей работе более ответственно. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. Министерство культуры и туризма Московской области объявляет о проведении с 12 июня по 12 октября 8-го международного фотоконкурса «Русская цивилизация», который с каждым годом становится все масштабнее. В 2023 году для участия в конкурсе было направлено более 19 тысяч работ. В фотоконкурсе могут принять участие как профессиональные фотографы, так и любители в возрасте от 18 лет. Основная цель проведения конкурса – гармонизация, межнациональных отношений и этнокультурное развитие народов. Жюри, в состав которого входят известные в России и мире заслуженные деятели культуры, определит лучшие работы. Награждение победителя состоится в преддверии празднования Дня народного единства на одной из популярных площадок города Москвы. В конце января ушла из жизни жительница города Видное – поэт Наталья Власова. В историко-культурном центре прошли поэтические чтения, посвященные ее творчеству. О мероприятии расскажет Инга Инчук. Творческие вечера, проводимые Натальей Власовой, ежегодно посещали ее коллеги по Перу, близкие и жители, которым полюбились произведения писательницы. Новая встреча была приурочена ко дню рождения Натальи, который должен был состояться 27 марта. В зале друзья, родственники, члены Союза писателей. У каждого в руках распечатки со стихами Натальи Юрьевны. Нашлись и те, кто выучил ее произведение наизусть. Вершу свой труд сквозь толщу дней, от юных лет и до могилы, и чувствую в душе свои нечеловеческие силы. В своем творчестве Наталья Власова часто писала о доме в Харьковской области, где прошло ее детство. Стихотворение «Люботинская» писательница посвятила родной деревне. Его прочитала семья Исаевых. Спи, добрый родительский дом, Наступит весна, И с весной Увидимся в своем состоянии. Моя мама познакомилась с Натальей на встрече представителей Союза писателей. И сегодня мы пришли всей семьей, чтобы рассказать стихотворение «Люботинское». Я считаю, что стихотворения Натальи должны жить долгие-долгие годы, и такие встречи должны проходить периодически, чтобы подрастающее поколение знало и воспитывалось на таких стихотворениях. Наталья Власова проводила творческие вечера в школах. Именно там с ее работами познакомился третий классник Иван Ущенко. На чтениях он выступил со стихотворением, посвященным любимому времени года Наталье Власовой. Кажется, не было тем, о которых Наталья Власова не писала в своих стихотворениях. За понятные и знакомые каждому образы читатели и полюбили ее творчество. Стихи действительно жизненные. Они должны жить, потому что молодежь должна их читать и учить. Поэтические чтения стали не только данью памяти Наталье Власовой, но и позволили ближе познакомиться с творческим наследием автора. Инга Янчук, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, ВИДНЕТВ. И это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok